Сегодня я хотел поговорить о двух вещах, которые беспокоят очень много верующих, не знают, почему вдруг опять. Ну, вы знаете, у меня есть страница в Facebook или туда, люди пишут всякие вопросы. Вчера, например, поставили меня в тупик. Мы съехали в отстание, я как раз была уставшая после работы, я уставший после работы. И мне написали письмо. Помните, в ИТЕ вторая была, 18 стих, прямо написано, как, ну, чтобы Бог сказал мне хорошо быть человеку одному, мы создадим ему помощника, соответственно ему. И мне спросили, как переводится на еврите слово «соответствие»? Я не помню, чтобы на еврите было слово «соответствие». Я открываю текст на еврите, может, я думаю, что-то я после работы уставший, не помню. Нет, читаю, написано «эзерк, анекдон» и все. И вот мы встанем, сидели, пытались перевести это вот «эзерк, анекдон» и объяснить ему, что слова «соответственно» нету в оригинальном тексте. И не смогли перевести ему. Просто сказать, короче, в духе понимать нас. А? А как? Ну, так. В духе надо понимать. Окей? Так вот, в последнее время задают вопросы, я пообещал ответить на эти вопросы, но как-то из меня все не доходили руки. А тут что-то вот помолился сегодня утром, и мне вот такая вот тема пришла. «Благодать в законопослушание». Такая вот тема пропустили сегодня. «Благодать в законопослушание». Казалось бы, какая связь? Я говорю, мы вроде не под законом, знаете, что-то развеселить немножко с утра. Думаю, все, о беспорядках, о беспорядках. Едет женщина за рулем, знаете, христианка, и останавливает ее полицейский и говорит, «Ваши права». Она дает права. Он говорит, вы нарушили закон, вам придется заплатить штраф. Она говорит, простите, но я не под законом, я под благодатью. Но на самом деле, в чем благодать? Вот есть ли граница между законом, послушанием, да, или законничеством, как его сегодня любят называть, и благодатью. И в чем благодать, собственно говоря, в законе? Потому что если мы говорим про одного и того же Бога, знаете, есть такая тенденция, когда Бога любят поделить на Бога в Ветхом Завете и Бога в Новом Завете. В Ветхом Завете Бог такой злой, грозный, карает моментально. В Новом Завете Он такой добрый, илья на Христа, хотя Христос тоже был особо сильно недобрый иногда. Ну, представьте себе, выходит Он на гору возле озера Кенерот и говорит, кто хочет Царство Небесное? Все, я, 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 я. Он говорит, значит, если будете делать с 5 по 7 главу Евангелия от Матфея, попадете в Царство Небесное. Не будете делать, не попадете. Ну, сразу куча народу-то отсеялась. Правила игры не все любят соблюдать. Потом Он решил еще один сделать экзамен и сказал, говорит, ешьте кровь мою, ешьте плоть мою, пейте кровь мою. Они такие какие-то странные слова. Он говорит, и опять там, что-то, 500, что ли, 5000 человек под корову языком связал, а еще ученикам своим предложил. Может, и вы тоже уйдете. Они говорят, не, нельзя. Все глаголы тут. Мы никуда не пойдем. А? Ну, нет, там много было на самом деле. Много было чего сказано. Иисус очень сильно фильтровал вообще людей, отбирал, да, которые будут Его учениками. Но в чем благодать Божия? Благодать Божия в том, что Бог создал такое явление или такое состояние человеческого сердца, которое называется выбор. Слышали про такой выбор? Да. И Бог автор этого выбора. И Он настолько уважает наш выбор, и настолько ценит этот выбор, настолько его вообще, ну, будем так говорить, Он для Него свят, что Он в Него не вмешивается никогда. И вот благодать Господа состоит в том, что мы сами, Он говорит, я вам даю все, благословение и проклятие, жизнь и смерть. Выберите жизнь, на русском языке написано. Выберите призыв. А вы говорите, знаете, что написано? Убахарта бахаим. То есть ты выбрал жизнь. То есть по Божьему замыслу, по умолчанию, мы уже должны выбрать правильные пути. Мы должны выбрать правильное состояние сердца. И со времен апостолов до наших дней постоянно вот спорят о том, нужно соблюдать закон, не нужно соблюдать закон. Целое послание было написано в церкви, которое похоже на нашу апостолам Павлу, да? Римской церкви было послание. Вот точно такая же, как наша. Не только наша вот Дом Света, да и любая другая, находящаяся в Израиле, да и не только в Израиле. Чем мы похожи на римскую церковь? Мы похожи на римскую церковь тем, что среди нас есть евреи-законники, среди нас есть новообращенные бывшие язычники, среди нас есть укорененные в благодати Господа, и между нами есть что? Любовь. Разногласия. Ну, голоса разные, поэтому разногласия. И так и было в римской церкви того времени. Евреи говорили, нет, ребята, если вы хотите прийти ко Христу, вам нужно пройти нашим путем. Сначала обрезывайтесь, потом изучаете закон Божий, а потом принимаете Иисуса Христа, потому что вы не можете принять Иисуса Христа без принятия закона Божьего. Язычники говорят, минуточку, ну вот, Христос меня спас, я родился свыше, и у меня все хорошо, я верю в Иисуса как в Господа. А евреи ему, нет, ребята, сначала обрезывайтесь. Понимаете? И Павел пишет конкретно, ребята, хватит. Бог создал единого человека, единого одного, который есть ученик Иисуса Христа. Там нет, говорит, больше ни иудеев, ни еленов, ни рабов, ни свободных. Там есть только ученик Иисуса Христа. Мы все одинаковые. Он даже осмелился сказать такую вещь, как ни мужчины, ни женщины. Представляете? Так вот, представьте, с тех пор, 2000 лет прошло, 2000 лет прошло, и люди спорят, нужно соблюдать закон, не нужно соблюдать закон. Если нужно соблюдать закон, какой закон соблюдать? Если нужно соблюдать вот такой закон, то как его соблюдать? Знаете, 613 заповедей, из которых почти 500 соблюдать просто невозможно, храма нет. Я спрашиваю наших ветхозаветных братьев, говорю, а кто вам мешал построить храм, да, собственно? Где написано, что храм строить нельзя? А дите мне место в Танахе, где написано, храм после разрушения строить нельзя. Почему не построили храм-то? Почему жертвы их не построили? Почему не приносят их жертвы? Почему? Что произошло? Почему? Римные не запрещали строить другого храма. Никто этого не сделал. Есть одна причина. И это то, что разделяет сегодня нас, верующих в Иисуса Христа, и их, которые временно не веруют в Иисуса Христа. И это называется религиозность. Религиозность, которая заключается в том, что мы больше склонны идти за человеком, нежели за Богом. Вот если мы вспомним с вами ту изнаменитую историю, когда Иисус сидел в храме, что-то писал на песке, а там народ в негодовании, давайте идти, подтверди нам, что женщину нужно ко мне забросать, пойманную полюбодеяние. Там на самом деле можно много на эту тему пробовать, и на разные темы, на год можно вообще в серию пробовать и зарядить, на каждую неделю хватит, только по одному этому отрывку. Но там есть одна очень важная деталь, на которую я лично сразу обратил внимание, даже раньше, чем на то, что на самом деле, а где мужчина-то? Их же обоих нужно побить ко мне. Это я потом увидел. Но сначала я увидел, что они, написано, будучи обличаемой совестью, побросали камни и ушли. Сначала те, кто постарше, потом где-то помоложе. А что такое обличаемая совесть? У нас есть расшифровка этого. Совесть – это то, что Бог нам создал. На иврите это мацпон. Мацпон имеет тот же корень, что и слово цафон. Есть еще одно слово, которое указывает нам направление. На цафон, или на север, называется там мацпэ, компас. То есть наша совесть – это наш компас. Она говорит нам, куда идти. И она обличает нас. Есть люди, написанные, которые с прожженной совестью. Так вот, в те времена, когда люди были вообще в состоянии таком, когда им было тяжело понять, что Бог есть, Его нет. Почему Он не отвечает? Вроде дым идет вертикально от жертвенника. Ага, ни одного пророка, никого, посмотрите. Пришел Иоанн Креститель, так все к нему туда на Иордан кинулись. Хоть один пророк, слава Богу, хоть поговорить с Богом можно. Вот слово Божие услышал. Это же 400 лет молчания. При всем при этом, при всем при том, что они уже были религиозны, и уже тогда фарисейство, в общем-то, достаточно укоренилось в сердцах и в умах народа. Они были обличаемы совестью. То есть они боялись Бога. Сегодня очень мало кто боится Бога, хотя все считают, что они соблюдают закон. И в чем благодать выражается? Если мы соблюдаем закон, но не боимся Бога. Мы живем, зная, что Бог есть, мы же Его закон соблюдаем, но живем так, как будто Его нет. И мы забываем, что тот, кто сказал не убей, тот же сказал, не прелюбодействуй. Это же в нашей книге написано. И вот хотелось бы узнать каждому из нас, и очень много таких людей, особенно евреи, которые спасли, спрашивают, а достаточно ли уверовать в Иисуса Христа, чтобы получить спасение, или все-таки нужно соблюдать какой-то закон? Потому что есть очень много непонимания у людей, особенно у евреев, пришедших к Христу, а зачем вообще нужно было родиться евреем? Ну, язычникам же проще. Язычник поднял руки вверх, упал на колени, расплакался, покаялся в своих грехах, принял Иисуса Господом своим спасителем, читает Новый Завет, и ему хорошо. А я еврей, который то сделал то же самое, только я при этом знаю еще и слово. Мне написано, доверено Слово Божие, как еврею, да? И я тогда начинаю удивляться, хорошо, вверено мне Слово Божие, евреи, как вчера проповедовал пастор Лезер, действительно распяли Иисуса Христа, и не надо доказывать обратное. Это евреи распяли Иисуса Христа, руками римлян. И не потому, что евреи такие плохие, а потому, что евреи должны были это сделать. Это их обязанность была, принести жертву Богу. И они это сделали. Они не могли это сделать собственными руками, потому, что им было запрещено законом. Действительно, так оно и есть. Но они это сделали. Что теперь с этим происходит? Почему евреи теперь должны страдать? Непонятно, зачем же ему нужно было законствовать? А нужно ли ему соблюдать закон? Я же еврей. Я тогда таким людям говорю, особенно язычникам. Знаете, мне очень не нравятся тогда язычники, бывшие язычники, которые уверовали в Иисуса Христа, имеется в виду не евреи, да? Было же они только два народа. Были евреи и язычники. Кто такие язычники? Это не те, у которых языки длинные, да? А язычники, это из других языков. Лешонот на иврите написано. И вот я говорю, давайте я вам упрощу жизнь, господа бывшие язычники. Я говорю, пожалуйста, при мне не называйте себя язычниками, потому что вы уже не язычники. Нету язычников в Иисусе Христе. Я говорю, во-вторых, давайте я вам облегчу жизнь. Иисус пришел куда? В Израиль. Почему? К кому пришел? К своим. Соответственно, Иисус, какой мессия? Еврейский. И я говорю, я сейчас облегчу жизнь. Он еврейский, и только еврейский мессия. Иисус никогда не умирал ни за корейцев, ни за японцев, ни за американцев, ни за, там, я не знаю, суданцев, испанцев, ни за кого. Он умирал не за русских. Он умирал только за евреев. И больше ни за кого. И за украинцев даже не умирал. Представляете? И Павел в послании Крива нам пишет, что вы дети чьи? Аврамовы. А какая тут связь с Иисусом Христом? А очень простая. Еще евреев не было, было только два еврея на этой земле. Кстати, на земле было только, были времена, когда на земле было только два еврея. Аврам и Сара. Но Аврам и Сара были, два других евреев не было. Вы не помните, что? Что-то вы так на меня смотрите, когда-то вы первый раз слышите. Было только два еврея. Аврам и Сара. И вот этому еврею Бог сказал, размножу, дам землю, дам благословение. И появились евреи. Их стало много. Сначала один, Исхар. Потом Яков. Потом 12 колен Израилев. Потом населили всю Еврею, Ближний и Восток. И вот там, в обетовании Аврааму, было сказано, что все, кто уверуют, спасутся. То есть, получат праведность. Потому что Авраам, еврей, поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Что такое вменилось в праведность? Это значит, он стал праведником. Потому что Писание говорит, все согрешили, нет праведного ни одного, все решены, славой Божьей. И нам, чтобы оправдаться перед Богом, можно это сделать, только если Бог скажет, ты оправдан. То есть, мы должны уверовать, и тогда получить праведность. Так вот, человек, будучи язычником, уверовав в Иисуса Христа, стал евреем. Потому что он уверовал. И вот в этот момент жертва Иисуса Христа для него и ранее него. Пока он этого не сделал, Иисус к нему никакого отношения не имеет. уверовал, все, ты еврей. Не по, как это сказать, не по паспорту, да, а в сердце свое. Поэтому, на самом деле, все верующие евреи. Потому что уверовали, ну, по обретованию Авраама же, уверовали, стали евреи. Не иудеями стали, а евреями, как Авраам. Авраам не соблюдал никакого закона. Вы помните, при нем Тора еще не было. Хотя некоторые утверждают, что он был первый, кто читал Кабалу. Адам начал ее писать, Авраам ее, значит, читал. Бог даже в свободное от работы время Кабалу изучал, говорит. Ну, так говорят. Так вот, давайте попробуем разобраться. Коротко, не по, не по, как сказать, не по эмоциональному нашему дерзновению, а по Библии. Что такое на самом деле соблюдение закона? Давайте сначала разберемся для того, что такое закон. Как вы считаете? А? Рамки. свод правил. Учение. Учение. Еще? Характер Бога. Еще? Все? Окей. На этом остановимся. Нету здесь неправильных ответов. Все, что вы сказали, это вот как вы понимаете слово закон. Теперь, если мы с вами откроем еврейскую Библию, имеется ввиду Дараха, мы найдем там очень интересную вещь. Там слово закон называется в основном каким словом? Турат. И все, где написано в русском языке закон, там написано Турат. В основном. Есть, конечно, некоторые моменты, где написано Хукутай, мои законы, как Бог говорит. Но в большинстве, в абсолютном большинстве случаев, там, где говорится закон Божий, это Турат Адонай. В притчах написано даже, не забывая наставления отца своего, и законов матери своей, Турат и Меха, 6 стих 1 главы. Так вот, давайте с вами разберемся теперь, что же такое Турат. Турат. Мы уже об этом говорили, я помню, да? Я говорил, Павел Шарбин, да? Давайте разберемся еще раз, коротко. Вспомним, что такое Турат. Как вы думаете? А? Я вас не слышу, простите. Пятикнижие, Моисея, окей, еще, что такое Турат? То есть, получается, что Бог о Туре говорил еще до того, как она была, да? Так получается? Все согласны? Да. Давайте разбираться. Слово Тура раскрывается лучше всего в самом коротком псалме Библии, это 118-й псалм. Все помнят, Самый короткий псалм. 118-й. Да, Самый короткий. Кто-то понял. Итак, 118-й псалм с 89-го стиха. Самый короткий псалм с 89-го стиха. Это как раз самый сильный. Навеки, Господи, я буду просто делать акценты на словах, которые объясняют, псалмопевец объясняет, что такое законы Божьи. Или что такое Тура. Итак, навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит по определениям Твоим. Все стоит до времени, ибо все служат Тебе. Если бы не закон Твой был бы утешением моим, погиб бы я в бедствии своем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой весь день размышляю о нем, заповедью Твоей, ну и так далее. Здесь на самом деле очень много разных слов обозначают слово закон. Ну вот есть очень интересные еще пару стихов. От судов Твоих я не уклоняюсь, сладкой гортани моей слова, слова твои, слова, лучше меда устам моим, повеление Твои, даже написано, Твое слово светильник. То есть слово Божье оно еще и светильник, то есть то, что освящает нас. Есть еще в конце этого отрывка я клялся хранить праведные суды Твои. То есть что такое праведные суды Твои? Есть небольшое разночтение, некоторые толкователи тоже там написано мишпатейц така, говорят, что это праведные фразы Твои, то есть фразы оправдания Твоего, но большинство все-таки считается суды. И еще один Псалом есть, это Псалом 17 там написано про пути, про заповеди, про уставы, есть Псалом 18, опять же написано про заповеди и так далее. И на самом деле вот этот закон Божий, который мы должны соблюдать, если мы разберемся об этом, мы уже говорили об этом на односторвете, я не буду углубляться, на самом деле закон Божий это путь жизни, или смысл жизни, или стиль жизни верующего человека. Это Тора. То есть это не какой-то свод, ну представь себе, чтобы Давид сидел и целыми днями думал о законе, например, об уголовном кодексе, и это его успокаивает. Вот смотрите, например, что написано в 18-м зоне. Вот представь себе, что Тора это уголовный кодекс, уголовный кодекс Господа совершен, укрепляет душу, уголовный кодекс Господа верит и умудряет простых, уголовный кодекс Господа праведен и веселит сердце, уголовный кодекс Господа светил и просвещает очи, представляете, вот так он сидел, Что такое уголовный код? Что такое закон в нашем понятии? Это преступление и наказание. Согласны? То есть, если бы псалмопевец сидел и думал об этом каждый день, вряд ли мы бы вдохновлялись этой книгой по сей день уже на протяжении более трех тысяч лет. Ну, согласны или нет? То есть, он совсем не о преступлении и наказании думал. Он думал о суда. Да. Он думал об откровениях, да, о заповедях, да, о светильнике, да. Он обо всем думал, но только не о наказании. Потому что написано, что страх Господень чист и пребывает вовек. Что такое страх Господень? Это не когда я боюсь, боюсь. Это не такой страх. Страх Господень это когда мы боимся испортить отношения с нашим небесным. И в этот момент мы действительно начинаем поступать чисто. Мы начинаем поступать по сердцу Божьему. Так же, как поступал Давид. Кстати, 18-й псалм, а ты же пока его псалм. И вот, когда мы говорим о судах Божьих, как вы думаете, они есть или их нет? Сегодня, в одни благодати, в одни Иисуса Христа, в последние, есть или нет? Есть. Нет? Нет. Нет? Есть. Есть. Мне не разделить. Кто за? Я шучу. Итак, суды есть. Их никто не отменял. Наш Бог ныне, вчера и всегда один и тот же. Он не умеется. Разница между ветхозаветными временами и новозаветными временами, то есть временами, когда Христос пришел, родился, он пришел, служил, умер, погребен был и воскрес. Разница только одна. Суды есть. И будет за всякое злое дело наказание, за всякое доброе оправдание. Но, если в ветхозаветные времена, чтобы написано, на иврите написано, кидейше ергу вейрау, чтобы видели и боялись, согрешил, и преступник из наказания было немедленным за этим. Помните, когда целыми семьями просто земля поглощала за неправильное поведение? То сегодня Бог сказал, суды те же, наказание тоже. Только у вас есть выбор. Я свои суды, говорит Бог, отодвинул на последний день. Вот в последний день уже ничего поменять будет нельзя. Но сегодня вы можете согрешить, упасть семь раз и подняться, если вы праведный. Потому что написано в Писании, коснись несчастья дома нечестивых и нет их. Но если человек праведный, он может падать. Он может ошибаться. Может, конечно. Но проблема заключается в том, что мы думаем, что если мы постоянно будем одним и тем же грехом грешить, то Бог нам это простит. Простите, но не простит. Потому что ошибку совершают только один раз. Но ошибиться можно только один, единственный раз. Каждый следующий раз, когда мы делаем то же самое, это уже не ошибка. Это выбор, причем сознательный. А если это выборы сознательный, в послании к евреям написано, что не остается уже жертвы за грех. Поэтому, можно ли ошибаться? Страх Господень в чем заключается? Не в том, чтобы мы жили и не ошибались, или боялись ошибиться. Наоборот. Бог говорит, что если бы Он создавал объявление о том, какие ученики Ему требуются, Он бы сказал, мы создаем группу Моих последователей, в которой нам придется каждый день ошибаться. Но если вы ошибетесь второй раз, мы вас уволим. Вернее, одной и той же ошибкой. Ошибетесь второй раз, мы вас уволим. То есть, Бог хочет, чтобы мы ошибались, потому что тот, кто не ошибается, тот ничего не делает. Бог хочет, чтобы мы ошибались, а Он будет нас корректировать. Он будет нас поправлять, Он будет нас выравнивать. Об этом написано в послании филиппийцам, где Он говорит, не будьте там какими-то кривыми. Да я не помню, как там по-русски написано. Там известное всем слово на греческом написано. Сколиус. Не будьте кривыми, будьте прямыми. Он будет нас выравнивать. Он говорит, я исправлю, я подниму, я покажу. И когда мы говорим о благодати, вот она благодать. Закон никто не отменял. В законе мы должны пребывать. Писание говорит нам, что в 31 главе Иеремии написано. Вот приходят дни, когда я заключу с домом Израилева и домом Давида. Что? Новый завет. Не тот завет, который я заключил с ними на горе Синай. Ибо тот завет они нарушили, хотя я, говорит Бог, оставался уверенным до конца. Но заключу с ними новый завет и напишу законы свои. Где? На сердце. Это же не те же самые законы. Это абсолютно те же самые законы. То есть разница в чем будет? В чем новозаветный закон? Отличается от ветхозаветного. Новозаветный закон отличается тем, что мы этим законом живем. Он мы пропитанный. Мы не можем по-другому. Вот сейчас мы пели псалом, я не хочу быть таким, как прежде. Если раньше мне нужно было напоминать закон, 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 то сегодня не надо. Сегодня у меня есть водитель внутри, зовут его Дух Святой. Он меня предупреждает заранее, этого делать не надо. Или наоборот, сделай что-то. Бывает, что мы его не слушаем. Писание же поэтому говорит, не уничижайте святого Духа, не оскорбляйте. Когда Писание говорит, солнце-то не зайдет в огнем и вожем, это не значит, что у нас в глазах потемнее. Когда солнце зайдет, появляется тьма, об этом проповедовал здесь в прошлом неделе. Когда есть тьма, нет общения даже со святым Духом. И кто-то до нас будет водить. Мы опять будем ходить слепые, водимые слепыми? Но мы там уже были в этом вино, мы снимались. Мы пришли к Иисусу Христу, потому что мы хотим видеть свет. Мы стремимся к свету и хотим оставаться во свете. Но Иисус сказал, те же законы, некоторые даже усугубили, кстати, на городе пробовали. Те же законы, вы должны быть ими пропитаны. Это должна быть часть вашей жизни, это часть вас, часть ДНК. В каждой клетке должна быть эта заповедь. И тогда у нас не будет вообще даже желания нарушить закон. Бывает, что мы законы нарушаем, но бывает. Все здесь не ходят на красный свет, что ли? Есть люди, которые даже ездят на красный свет. Бывает? Все, кто ходит в машину, посмотрели вниз. Значит, совесть обличает. Кроме меня. Что, совесть не обличает? Я учитель. А, ты учитель, да, простите. Чуть тебя не ошибаюсь. Да нет, я шучу, конечно. Ездить на красный свет опасный в Израиле. Особенно не в Израиле. Так вот. Непослушание и законничество – это два близнеца брата. В ком возникает больше всего непослушание? Знаете, что я обратил внимание, когда смотрел внимательно записи вот этих беспорядков, которые были в последние дни. Я не знаю, кто что там пытался увидеть, а я пытался увидеть только одну единственную вещь. Как вы думаете, какое? Ведовольствие. Закон. Еще там закон. Там нарушение закона налицо. Но какую вещь я пытался увидеть, вы не догадаетесь никогда. Кипы на голове. И их там было, к сожалению, абсолютное большинство. Людей с кипами на голове. С черными, с вязанными, с невязанными. Вот то, что я искал. Потому что это люди, которые живут с законом. Но при этом они выбрали нарушить закон земной, той страны, в которой они живут. Они выбрали нарушить самое святое, что даже в Писании написано, чтобы этого никогда не делали. Они выбрали нанести ущерб имуществу другого человека. И при этом они говорят, что они богобоязненны. Так вот, непослушание и законничество, то есть навязывание законов, особенно человеческих, религиозных другим, есть дух. Который действует в сынах противления. И Бог попускает действия этого духа в людях. Вы думаете, ну что ж такое, Бог не может что с ним сделать? Может сделать, конечно, но Он и в нас тоже иногда выпускает этот дух, чтобы обличить нас. Потому что когда мы нарушаем закон какой-то, мы просим Господь помилуя нас, поблагодать. Но если кто-то нарушит закон против нас, Господь, не надо по справедливости. Смотри, у тебя там и камнями надо помивать, и сжигать. Почему ты сжег или камнями не помил? Понимаете? Так вот, мы должны понимать, что сила наша не в законе. Наша сила не в законе. Наша сила в том, что мы живем, и пропитаны этим законом. Иные языки. Иные языки. Да что ж такое. Смотрите, что написано в восемнадцатом псалме. Я не написал, как с какого стиха, но вы найдете, он коротенький псалм. Он написан. Кто усмотрит погрешности свои? Кто усмотрит? Мы в глазах самих себя в зеркале в само совершенство. Это, кстати, правильное положение сердца по отношению к Богу, потому что если мы созданы по образу и подобию Бога, то мы не можем говорить себе, ой, смотри, какой я, какой, не какой. Такого нельзя говорить. Потому что Бог создал нас по образу своему и подобию. Таким, каким Он хотел, чтобы мы были. Так вот, написано здесь. Кто усмотрит погрешности свои? И дальше написано. Ведь мы же не... Кто из вас хочет грешить? Есть такие? Поднимите руки. Мы будем знать, что с вами делаем. Никто не хочет грешить. На самом деле, реально, верующие люди грешить не хотят. Почему грешить не хотят? Почему? Потому что грех опять отделит нас от Бога. Мы только-только избавились от этого вот разделения, и опять мы хотим отделиться от Бога. Верующие люди грешить не хотят. Так вот, у нас есть какие-то тайные помышления. Что такое тайные помышления в данном случае? Тайные помышления – это наши внутренние какие-то непонимания, разногласия, может быть, какие-то, ну, я не знаю, может быть, конфликты какие-то, да, психологические, неважно какие, которые мы сознательно понять не можем. Мы знаем, что что-то у нас внутри не так. Иначе мы бы никогда не гневались, иначе мы бы ни на что не раздражались, у нас вообще жизнь была такая в полном, таком, в радости и в счастье. Но у нас что-то нас раздражает, особенно в других людях, в себе это нет, конечно, а в других людях раздражает. Нам не нравятся соседние, нам не нравится то, не нравится это, нам нравится правительство, нам все не нравится. Почему? Потому что у нас есть внутри какие-то конфликты. И эти конфликты называются тайные помышления. Почему они тайны? От кого они тайны? От Бога? Нет. Он в сердце ведет. Они тайны от нас. Мы знаем, что они есть, но не знаем, в чем они заключаются. И нам нужно их вскрыть. И вот 18-й Псалом продолжается. От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Потому что когда мы, пропитанные вот этим вот чувством Торы, чувством стиля жизни верующего человека, приходит дьявол и будет всех своих бесов. И говорит, да вы что тут уснули? Тайные мои. Умышления сердечные. Ну-ка, попросыпались быстренько? Начали его давай раздражать, конфликты вводить, давай. Что там еще он у нас с детства тянет за собой? С родителями не дружит? Давай, давай. Давай, пошли. Всем на работу. Что вы тут? Уснули. И они просыпаются и начинают работать у них. по дисциплине, и получше, чем у нас. Они я уволи, пошли работать. И начинают некоторые возобладать над нами. И вот тут у нас следующий этап происходит. Приходит вот этот самый лукавый и начинает говорить, а верно ли написано в Библии, которую ты читаешь, что если ты согрешил таким-то грехом, за это с тобой положено сделать вот это. И ты такой раз, открыл, открыл, посмотрел, ух ты, да, действительно. Ой, ничего себе. А еще когда в церкви побывал, посидел, посмотрел, пастор на тебя глянул, лаурея проповеди. Думаешь, о, это точно все знает. И вот эти вот тайные наши начинают нами управлять. И тогда приходит дух законничества и говорит, слушай, ты закону непослушный. Ты реже появляешься на глазах у людей. Реже о чем-то говори, реже что-то делаешь. Знаешь, мне дай Бог, ну и тайная, не так ли говорил Христос? Тайная ведь всегда станет явным. И в самый неподходящий момент смотри, чтобы это не было при забрании общества. И люди перестают ходить в церковь, и приходит та самая тьма, которая тоже проповедовала на прошлом служении. И поэтому мы должны отдавать Богу эти молитвы свои, чтобы Он действительно очистил нас. Не вскрыл и сказал, вот оно, посмотри, какое оно у тебя красивое, тут все лежит. Нет, а очистил нас от всяких неправлений. И дальше написано, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Представляете? Если Бог очистит нас от наших тайных мыслей, тех, которых они тайные, потому что мы знаем, что они есть, мы не понимаем, что это такое. Это называется психологические конфликты на современном мире. Если Бог от этого очистит, то тогда написано, я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слава уст моих и помышления сердца моего, благоугодный перед тобой. Кто это может сделать? Только Бог. Мы хотим к этому стремиться, но сделать это может только Бог, потому что тайные наши, они нам не открыты, они поэтому и тайны, они только перед Богом существуют. Тогда нам не нужно никакого законничества, если мы очищены от тайн своих. Как вот вчера пастор рассказывал историю, когда вышел вот этот вот человек и перед всеми рассказал какую-то историю, которую хотели его обличит или опозорить, или очернить, там не важно. Окей? Это было тайное чье? Его. Он думал, что если он сейчас, если об этом станет известно кому-то, или кто-то другой думал, то у него все будет плохо, а когда оно все вскрылось, тогда Бог усмотрел совсем другие вещи. и поэтому я просто хочу, чтобы мы понимали, что непослушание и законничество это близнецы и братья. Если мы непослушны закону, значит, где-то у нас внутри сидит этот дух бунта, который нужно просто, чтобы Бог очистил. Его нужно убрать. Можно, конечно, молиться за человека, чтобы там Господь очистил его от духа, но если сам человек не захочет, того, как здесь, в Псалме написано, сам человек должен захотеть, убери от меня всю эту гадость. И тогда все это уйдет. Потому что Бог может сделать все, но он не вероломный захватчик, он делает только в том случае, если мы этого хотим. Мы захотели не жить жизнью, как прежде. Пришел Иисус Господь и нас омыл очистил, и ладил нас, вылез и спасение. Но это еще не все. Нужно продолжать. Написано, святой, да, освящается еще. И если мы прекратим процесс освящения, придет дух законничества. И начнет говорить, а полы, значит, не мытые. Ну, это я так, вовремя. Полы, в душе не мытые. Бог никого сегодня не наказывает. Бог обличает и говорит, суды мои отодвинуты на последний день. Там разберемся. Я тебя обличаю, сделай себе. Не можешь сам, попроси меня, я сделаю. Но я хочу, чтобы, как в Писании написано, вернитесь, заходи, да, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Никак не наоборот. Многие думают, ну, что, давай, Бог, покажи, где ты там. Приди-ка сюда. Нет. Бог говорит, сначала вернитесь ко мне. То есть, встаньте на мои пути. А там я вас встречу. Отец блудного сына не побежал за ним в чужую страну. Но он смотрел все время на то место, куда он ушел. И когда увидел его возвращающимся на свои пути, вот тогда побежал к нему. Но он не пошел его искать. Он не пошел его спасать. И он даже где-то, наверное, похоронил его, потому что, когда он вернулся, и спросили, что такое же случилось? Он говорит, раньше, говорит, сын мой был мертв, а теперь уже. То же самое и для Бога. И там нет никакого закончества. Потому что, когда мы возвращаемся на пути Божьей, это и есть покаяние. И Бог говорит, тогда грехи не упоминут больше. А все наше блуждание по этим неправильным местам в духе закончества и непослушания, это нехорошо. Это грехи. И Бог забрасывает их за гребет и не упоминает больше. И вот объяснение тому, что будет. Я хочу просто закончить как раз посланием к Римлянам, с которым мы начали. Римлянам 11 глава с 26 по 32 стихи. Итак, весь Израиль спасется. Любимая фраза нашего пастора. Весь Израиль спасется. Аминь. И даже законники, даже законники, и даже фарисеи, и даже раввины, все спасутся. Потому что написано весь Израиль спасется. Так написано в книге, в которую я верю, в которой инструкция моей жизни. Как написано. Придет из Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня. Завет с Богом это что-то такое непоколебимое. Вы же понимаете, да? Бог остается верным до конца. Написано. И сей завет мой с ними от меня, когда я сниму с них грехи их. Вау! Это получается, что Бог придет и снимет со всех законников грехи. А мы-то сегодня их обвиняем, они законники, они то, они это. Но то же самое, что говорили вчера на проповеди, нам в первую очередь нужно наблюдать. Наблюдать за кем? За собой. И когда мы будем наблюдать в первую очередь за собой, чтобы наши тайны были очищены, нам некогда будет наблюдать, кто какие законы там соблюдает, так не соблюдает. Это уже их, так сказать, проблемы, не наши. Даже написано, в отношении к благовестию они враги ради нас. Мы сегодня же не любим законников, но особенно местных ветхозаветных братьев наших. Мы их не любим, потому что они против нас, они демонстрацию устраивают, они считают, что мы хуже Гитлера. Ну, мы не христиане, имеется в виду, католики, с ним у них нет проблем. А мы, люди, которые проповедуем евреям спасение, мы хуже Гитлера. Ну, понимаем. И вот тут написано, что они враги ради нас. Что значит ради нас? Потому что пока они против нас что-то делают, мы находимся в состоянии бодрствования. Если они перестанут против нас что-то делать, мы заснимаем. Так это уже было бы. А в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Вот так. Да то, с чего я начал. Мы все по обетованию Авраама принадлежим одному и тому же Богу. Мы все спасены по одному и тому же завету с Авраама. Ибо дары и призвания Божьи не приложены. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех Бог заключил в непослушании, чтобы всех помиловали. То есть, Бог допускает, как я уже сказал, вот этот дух законничества и непослушания в душе людей, не в душе, в жизни людей, для того, чтобы люди поняли, что такое непослушание. Потому что ребенку можно рассказывать в лицах, спектакль разыграть о том, что чайник горячий, но пока он до него не дотронется, и ему не станет больно, он никогда в жизни не поверит вам, что он горячий. Но вам-то виднее, конечно. Вы-то уже знаете, что он горячий, вы хотите его охранить от этого, а он говорит, нет, я сам. И мы люди такие же, мы ничего не, вот мы как дети, мы пока сами в дом не стукнемся, мы не поймем. Поэтому Бог допускает в этот дух законничества и непослушания в нашей жизни для того, чтобы мы были спасены, чтобы мы поняли, что так делать нельзя. И в этом его благодать. То есть, благодать на самом деле в законопослушничестве, а не в законничестве. Потому что мы не ищем совершить преступление, чтобы потом избегать наказания. И хочу закончить теми же словами, которым Павел закончил в своем послании к Римлянам, потому что в нем есть просто, в этом послании есть... Я вообще его очень люблю. Это одно из моих любимых посланий. Мне самое любимое это послание филиппийцам, потому что послание оптимистичное такое, прямо вау. Читаешь его, прям крылья вырастают. А вот здесь последние слова этой главы, 33-36-е стихи написаны так. Ну, всех знают. Можно даже провозгласить. О, бездна богатства и премудрости и видения Божьей! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал Он Господень? Или кто был советником Богу? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздавать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки! Аминь! Когда мы находимся в Божьем присутствии, когда мы находимся в мире Божьем, когда мы понимаем, что мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, то мы пропитываемся послушанием к закону, который никогда не меняется. И в этом есть благодать Божья. Потому что во всем, что делается вокруг нас, нужно искать Божью благодать. Но когда мы допускаем в своей жизни непослушание, когда мы допускаем в своей жизни незаконничество и говорить, окей, я здесь сделаю, а потом мне изменять, конечно, вот так выглядит, но я бы мог это, конечно, вот так избежать и еще вот так избежать. Это уже законничество, это непослушание. Это демоническая зависимость. Потому что мы пытаемся заглушить голос Святого Духа, который говорит вам, не делай, не ходи. Мы же точно знаем, что этого делать нельзя, но почему-то делаем. И Бог допускает это. Он допускает это. Он говорит, окей, ну попробуй. И он для того, чтобы нас потом помиловать, когда мы покаемся. И в этом есть та самая благодать, которую Иисус доводит нам своей смертью и воскресенье. И другой не будет. И надо пользоваться ей сегодня. Потому что, вы знаете, есть люди, которые до завтра не доживут. Если сегодня эти люди не покаются, если мы не принесем им этого, это Евангелие спасения. Мы потом будем жили этого. Потому что Дух Святой говорит, пойди и расскажи. Мы говорим, не, ну что я им буду рассказывать? А он раз, завтра не проснулся. Или домой не пришел. Разное бывает. Мы должны нести Евангелие спасения, которое говорит об одной простой вещи. Да, ты непослушен, да, ты где-то нарушаешь закон, но ты не единственный такой. И Бог уже заплатил цену за то, чтобы тебя помиловать. И это нужно проповедовать и в церкви, это нужно проповедовать вне церкви. И об этом нужно говорить всегда. Дух непослушания есть во всех. И в Саванонии он был. Хотя он был самым мудрый человек на планете. И я хочу просто ободрить вас на самом деле. Если у вас где-то есть сегодня внутри понимание, что вы где-то делаете что-то не так, попросите Бога на основании Писания, потому что любая молитва должна быть на основании Писания. Как написано в 18-м псалме, очисти меня от тайных моих, которых я не знаю, которых я не понимаю, почему я это делаю. Даже Павел пишет, он говорит, я то, что не хочу, делаю, а то, что хочу, не делаю. Почему? Потому что там внутри что-то сидит. И это только Бог может вытащить оттуда. Но мы должны попросить. Мы должны исполнить всякую правду. И вот, когда мы попросим Бога, он придет очистить. Тогда все наши помышления и слова уст наших будут угодны в очаге. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя. Отец Небесный Господь, мы благодарим тебе за то, что ты являешь свою милость и благодать каждый день в нашей жизни, Господь. За то, что ты, Господь, действительно справедливый Бог, который никогда не меняется, Господь. Который дает нам свою отцовскую любовь, которую, Господь, ты изливаешь на нас каждый день, Господь. Из-за того, что ты даешь нам каждый день проснуться и начать жизнь заново, Господь. Как написано в Писании, в Слове Твоем, что милость Твоя обновляется каждое утро, и благодаря этому мы живы, Господь. Мы благодарим Тебя за этот дар вечной жизни, Господь, благодарим Тебя за эту милость, которую Ты являешь, за закон, за суды, за откровения, Господь, за светильник, который Ты дал нам в виде слова Твоего, Господь, по которому мы живем, за то, что мы пропитались этим словом, Господь, за то, что мы еще больше, как губка, впитываем это слово в себя, Господь, и не можем жить такими, как были прежде, Господь. Дай нам это дерзновение, Господь, прийти к Тебе так, как пришли апостолы тогда, в горницу, когда увидели Тебя, распятый Иисус, когда увидели, что Твое тело исчезло, и они не знали, что делать дальше, но они точно знали, что дальше, как прежде, продолжаться не будет. Мы просим Тебя, Господь, чтобы это дерзновение было и в нас, во имя Иисуса Христа. Хорошо, друзья, на этом мы закончим ваше служение. Желаю всем хорошей недели и благословения. До света благословения. Амин.